За время, что я жил в Пафнутием Боровском монастыре, многое в моей жизни изменилось. Жить в Келле, где до тебя 500 лет молились монахи, начинать день с братского молебна возле мощей преподобного Пафнутия Боровского чудотворца, это совсем не то, что начинать день с новостей в интернете и свежей газеты. Нет, в монастыре газеты, конечно, никто не отменял. Мы сами с моим руководителем и другом, отцом Иосифом Королевым, делали еженедельную газету «Вестник Пафнутия Боровского монастыря», детский журнал «Кораблики» и много чего еще. Но все это было потом. А сначала день начинался с молитвы, и ей уже заканчивался. Весь распорядок дня монастырской жизни подчинен тому, чтобы научить человека пребывать с Богом, доверять Ему. Пока ты этого не поймешь, случается много недоразумений, неприятностей. Ты привык все делать по-своему, как вздумается, а не по порядку и с благословением. Поэтому, понятное дело, ошибаешься, кипятишься, ропчешь. Когда, казалось бы, хорошие, но самочинные дела, о которых тебя никто вообще-то не просил, оборачиваются проблемами головной болью. Но потом, набив шишки, начинаешь опытно познавать великую спасительную науку послушания. И тогда все в твоей жизни начинает приходить в порядок и меняться к лучшему. Это непередаваемое, светлое ощущение, что весь твой день со всеми встречами и делами, как и вся твоя жизнь, находится в руке Божьей. Это чувство приходит не сразу и не вдруг. Но когда ты сердцем начинаешь это понимать, уже сознательно ищешь волю Божию о тебе. И тогда многие до этого немыслимые оказались дела, о которых ты и мечтать не смел. Замечательным образом получается. Ведь одно дело биться о глухую стену, непонятно зачем стараясь пробить ее лбом, совсем другое — работать Богу и с Богом, который будет тебе помогать и поддерживать. Решиться жить с Богом непросто, но тот, кто решится, может изменить мир и наследовать Царство Небесное. Такие дела.